В торжество Святой Троицы нам нужно помнить одну очень важную истину. Если в коробочку положить алмаз, говорит один мудрый человек, то эта коробочка будет считаться шкатулкой, станет шкатулкой. Если в коробочку положить огрызок, то она станет урной. Так или иначе мы превращаемся в то, что вкладываем в свою голову. Либо носителями Слова Божьего мы являемся, либо еретиками, и тогда превращаемся в подобие такой урны. Либо святость в нашем уме, либо грех. Очень важно вкладывать в свою голову правильное богословие. Церковь веровала в Святую Троицу всегда. Еще с Ветхозаветных времен мы читаем в кумранских рукописях, где благочестивый автор Иудей во II веке до Рождества Христова размышляет о природе Мессии. И он приходит к выводу на основании анализа пророческих текстов Ветхого Завета, что Мессию лучше всего определить как порождение Его, то есть Бога, и дух дыхания Его. То есть мессианскую спасительную функцию будет проводить тот, кто будет рожден от Бога, и тот, кто исшел из Него как дыхание. И мы видим, что это II век до Рождества Христова, такое прозрение доктрины Троицы. Она носится в воздухе, потому что все, кто читал Ветхий Завет, они видят, что есть в единстве Бога некое подобие такой многосоставности. Несмотря на то, что Бог по определению должен быть простым. И особенно с того времени, как Христос повелел крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа, вот эта идея, что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух, она была по-разному осмыслена в богословне церкви. Ну и, конечно, литургические восклицания подобного рода известны с апостольских времен, и мы их в каждую месяц и повторяем. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любой Бога Отца и общение Святого Духа». Впервые эту доксологическую формулу употребил апостол Павел в послании к Оринфинам. При крещении христиане с начала II века произносили так называемый Староримский символ веры, который позже к IV веку был расширен, дополнен и известен нам сейчас как апостольский. И, скорее всего, Староримский символ веры имеет действительно апостольское происхождение, где говорится о вере в Бога Отца Всемогущего, в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, и в Духа Святого. Отец, Сын и Святой Дух – это важная богословская концепция, зафиксированная в ранних литургических текстах молитв и благословений. При том, что слово «троица» до определенного времени, вот самого термина, не существует. Но все понимают, что Библия учит нас пяти важным догматам. Вот в Библии нет слова «троица», но есть пять очень важных утверждений, формирующих догмат о Святой Троице. Во-первых, Библия утверждает, что Бог един, причем не просто один, а именно един, то есть его единство подразумевает некоторую множественность. При этом Отец – это Бог, Сын, которого называют Логос или Премудрость, вот как мы читали в притчах Соломоновых, это тоже Бог. И Дух Святой тоже часто в творениях ранних отцов отождествляется с Премудростью Божией, иногда и с Логосом тоже, это тоже Бог. И при этом Отец не Сын, Сын не Дух, Дух не Отец и так далее. А в средние века графически богословы сформулировали это в виде так называемого «щита веры». Вот есть только один Бог, Отец – это Бог, Сын – это Бог, Дух Святой – это Бог, при этом Отец не есть Сын, Сын не есть Дух, и Дух не есть Сын, и Сын не есть Отец, и Отец не есть Дух, и Дух не есть Отец. Вот этот щит веры, формирующий богословие Святой Троицы. И слово Троица впервые упоминает Феофил Антиохийский, три дня, которые были прежде в создании светил, суть образа Троицы, Бога, его слова, его премудрости. Но, конечно, не всех это устраивало, потому что людям очень трудно осмыслить вот эти явные пять утверждений, формирующих библейское учение о Боге. Поэтому уже со II века появились так называемые триодологические ереси. Во-первых, это ересь монархианства. Вот если ортодоксия щит веры рисует вот так, то монархианство, или моделистическое, или динамическое чуть позже, исходило из чего? Ориген, кстати, об этом пишет, что много любящих Бога, искренно преданных Ему, беспокоит то обстоятельство, что учение о лице Иисуса Христа как логосе Божьем, обязывает их веровать как бы в двух богов. И вот они, чтобы сохранить веру в Единобожие, отрицают самостоятельное, отличное от Отца бытие Сына, и считают Его тем же Отцом, только под другим именем. То есть доктрина модализма, или ересь модализма, она доктрину о Троице представляет вот в таком виде. То есть есть один Бог, и Отец это Бог, и Сын это Бог, и Дух Святой это Бог, но между ними нет никакой разницы между Отцом и Сыном, между Сыном и Духом, и между Духом и Отцом. То есть таким образом, Отец, Сын и Дух Святой это некие временные модусы или маски. То есть один Бог как бы являет себя иногда в виде Отца, иногда в виде Сына, иногда в виде Духа Святого. Но на самом деле между Отцом, Сыном и Духом Святым никакой разницы нет. Таким образом, получается очень странная концепция. Во-первых, и Отец, и Сын, и Дух Святой, кстати, некоторые еретики прямо и называли Бога Сына, Отец. А некоторые доходили и до формулы Отца, Сына, Дух. И вот как бы весь этот Отца, Сын и Дух воплотился в Иисусе Христе, занял там место ума или еще как-то. То есть либо обычного человека Иисуса усыновил себе. Ну потому что вот такой Бог не может вступить в общение с человеком. Мы чуть позже об этом поговорим. И вот эта ересь модализма еще называлась ересью патри-пассианства, отцестрадальчества. То есть согласно этой ереси сам Отец, Бог Отец страдал на кресте. И Дух Святой страдал на кресте. Таким образом, это ересь, которая фактически лишает нас спасения. Потому что устраняет важные требования для того, чтобы Бог мог вступить с нами в родство. А другая ересь, с другой стороны, это была ересь орианства. Более позднее уже на рубеже 3-4 веков. Вот ересь модализма настолько возмущала потом некоторых, что появились люди, которые стали говорить. Нет, конечно, отец это не сын, и сын не отец, и сын не дух, и дух не сын, и дух не отец, и отец не дух. Но при этом, давайте не будем говорить, что у нас есть три Бога. Поэтому Бог только отец, а сын и дух это не Бог. То есть, и вот это, собственно говоря, была ересь орианства. Арий, это Александрийский пресвитер, он искренне ненавидел ересь модализма в виде савилианства. Поэтому Арий вступил однажды в спор со своим епископом. Но дело в том, что епископ Александрии, его звали Александр, Александрийский епископ Александр. Вот. Однажды проповедовал и в публичной проповеди употребил выражение Бог есть троица в единице и единица в троице. Арий возмутился, он говорит, ну это вот ересь модализма. И, соответственно, выступил против своего епископа. Затеял публичный диспут. Этот публичный диспут проиграл. И епископ Александр отлучил Арии от церкви. Арий был ошарашен. Он пытался, точнее, сформулировать свою веру. Искал поддержку. И нашел ее в лице Евсевия Некомедийского и другого епископа. И таким образом началась вот эта арианская смуда. Которая закончилась только уже на Первом Вселенском Соборе. Арий учил, что отец это не сын. Они различаются. Логос, говорил он, создан, был Богом-отцом из ничего. А потом уже из сына, собственно, через сына Бог сотворил весь остальной мир. Таким образом, один из главных постулатов Арии был, касаемо сына, было время, когда его не было. Для осуждения Ересиария был собран Первый Вселенский Собор и выработан Никейский символ веры. Кстати, вот Староримский символ веры, который сейчас трансформировался примерно в те же годы в апостольский, известный нам. Ну и вот Никейский символ веры, в котором нас будет интересовать то, что говорится об Иисусе Христе. Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, буквально, единосущного. То есть, из сущности Отца. Бога от Бога, света от света. Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу. Вот здесь единородного имеется в виду, вернее, единственного, а дальше вот единосущного Отцу. Через которого все произошло как на небе, так и на земле. И интересно, что Никейский символ веры еще имел такое анафему в конце. О говорящих, что было время, когда не было сына, или что он не был прежде рождения, или произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таковых анафематствует Кафолическая и Апостольская Церковь. И вот некоторые люди смотрят и говорят, ну почему так важно верить в то, что вот именно так Троица открывает нам себя? Почему модализм это ересь? Например, есть вот пятидесятники-единственники, которые исповедуют древнюю ересь модализма. И, значит, ну вроде как ничего страшного. Ну Ариан как-то мы все не любим, потому что современные Ариане это свидетели Иеговы такие. Почему так важно учение о Троице? Вот я предлагаю нам сегодня об этом поразмышлять. Потому что от правильного представления учения о Троице зависит наше спасение. Что подразумеваем мы под спасением? Дело в том, что очень часто в таком неопротестантском дискурсе спасение подразумевается, ну от чего нас спасает Бог? Ну от того, чтобы мы оказались в аду в вечных мучениях. Вот что значит спасение. Спасение для многих это ну чисто вот в ад не попасть. А дальше уже, собственно говоря, и неважно. Вот мы главное в ад не попадем, а наоборот попадем куда? Попадем в рай. А в раю нам будет хорошо. Вот, собственно говоря, и все такое народное и отчасти неопротестантское понимание спасения. Но беда в том, что это нарочито примитивное такое понимание спасения. Потому что на самом деле спасение это когда мы становимся причастниками божеского естества. И когда мы говорим, что ну типа мы спасаемся, ну просто в рай попадем. Это означает, что мы размышляем о том, что ну попадут в рай, ну какие люди? Ну вот мы, мы как есть, мы вот так вот попадем в рай, только в раю мы еще будем святыми. Ну в каком смысле святыми? Ну в раю мы не будем грешить, например, да? Или там мы будем совершенными в физическом смысле. Ну кто-то похудеет, у кого-то волосы отрастут. Значит, все мы будем там примерно в 30-летнем возрасте, цветущие такие. Вот. Ну, собственно говоря, и все. И все, что нам запрещалось на земле из негреховного, нам дадут на небесах. И на самом деле такое у нас... Ну, когда вот так христиане описывают рай, мне всегда хочется сказать, вы немного ошиблись религии. Потому что вот именно так описывается рай в исламе. То есть это вот как раз мусульманский рай. Да, там ты будешь вот как ты тут есть на земле, но только у тебя все будет хорошо. И тебе будет всего хватать. И чего тебе не давали на земле, тебе дадут в раю. Но христианское понимание спасения, это когда мы соделываемся причастниками божеского естества. Мы действительно должны обожиться, иначе мы не достигнем той цели, ради которой нас создавали. По образу и подобию в Божию. В рай не войдет ничто нечистое. Спасенные должны стать подобны Богу, стать причастниками божеского естества. Афанасий Великий писал, как тварь не была создана тварью, так тварь не могла бы быть спасена тварью, если бы логос не был творцом. И дальше он пишет. Мы во Христе все оживотворяемся, потому что наше тело становится уже не земным телом, но оно уже теперь алогосненное, через Бога логоса, который нас ради пострадал телом. То есть тело наше становится алогосненным. То есть мы получаем жизнь самого логоса, оживотворяемся им. И этот термин Афанасий берет у апостола Павла из посланника Ефесянам. В синодальном переводе очень плохо переведено. Составляющими одно тело. Но буквально мы должны стать сотелестниками Христу. То есть приобрести вот то же самое, что и он. То есть полное участие в божественной жизни. Как логос принял на себя тело Адама, объясняет Афанасий Великий. Кстати, противник Ария, богословский противник. И автор афанасиевского символа веры, как многие думают, точно неизвестно. Чтобы и мы теперь спасались, как логоса, то есть те, кто имеет общее с ним тело. И дальше Афанасий Великий пишет. Логос и сын отчей, соединившись плоти, стал плотью и человеком совершенным, чтобы человеки, соединившись духу, стали единым духом. И вот еще первое Коринфянам. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. То есть это должно быть полное взаимопроникновение в божество. И вот тут неопротестанты начинают ёрзать и говорить. Но это звучит как учение мормонов. Это что, мы станем богами? Это же как бы сатана нас искушал. Но дело в том, что сатана, когда говорил, вы станете как боги, знающие добро и зло, он имел в виду... Ведь в чем была хитрость сатаны? Мы и должны были стать как боги по образу и подобию. Но только мы должны это были сделать через послушание. А сатана говорит, что вот путь к обожению лежит через грех, через ослушание. Но это не означает, что идея обожения сама по себе неправильная. Человек и должен был стать подобным богу со временем по плану божьему и так далее. И вот интересно, что люди часто думают, ну как это мы станем богами? Причем мы станем богами, как говорит нам ортодоксия, не по сущности, а по благодати. Об этом мы скажем позже. А пока важно показать, что ортодоксальное учение о спасении таково. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. И вот этот термин обожение, который на все будущие времена сделал нормативным святой Григорий Богослов, он пишет в послании к Ледонию. Когда бог вочеловечился, человек обожился. Господь воплотился и стал человеком бог дольний, то есть не сшедший на землю, чтобы соединиться и стать с ним единым. Но и более того, чтобы я стал настолько же богом, насколько он человеком. Веруй, насколько бог стал ради тебя человеком, настолько и ты станешь через него богом. И вот этот принцип, который вошел в богословскую литературу на латыни, как tantum quantum, то есть насколько бог стал человеком, настолько же мы станем богом. Но возникает вопрос. Если полностью наша человеческая природа должна прикоснуться к целительному божеству, то тогда и Христос, который искупил нас, и Дух Святой, который преображает нас, тоже должны быть богом. Если Христос не полностью бог, то он не может нас обожить. Если Христос не полностью человек, тогда вот та часть, которой он не человек, та часть в нас и не обожится, то есть не спасется. Ну, то есть мы тогда не спасены в любом случае. Поэтому моделистическое монархианство говорит о том, что Христос не полностью человек. Вот в нем божественный, вот бог-отец, в нем занял только ум или усыновил себе человека, значит, Иисуса. И тогда что-то в нас не спасено. А арияне говорят, ну, Христос в принципе не бог, но тогда он не может нас обожить, как тварь может обожить, сделать богом тварь. Так не бывает. Только бог может кого-то обожить, передать свое естество. И таким образом возникает несколько вопросов, на которые у еретиков, отрицающих Троицу, нет ответа. И самый главный вопрос, как мы, тварные существа, можем приобщиться к божественной природе? Тут возникает два препятствия логичных. Во-первых, божья природа по определению должна быть простой. Основной сущностью бога является простота. Потому что если сущность бога не проста, а представляет собой соединение различных элементов, тогда составляющие этого соединения должны предшествовать богу. Ну, да, то есть, если мы взяли и создали там кучку из трех элементов, то каждый из этих элементов как бы был раньше кучи. Ну, соответственно, любое сложное соединение, оно по определению, скажем так, моложе, чем каждый элемент, составляющий это соединение. Поэтому в боге сущность должна быть одна. Она должна быть простой. Потому что непростой бог не может быть создателем сотворенного мира. Во-вторых, эту божью природу или божью сущность по определению тварь познать не может. Почему? Потому что в ней нет ничего тварного. Ну, то есть, мы даже представить себе не можем ее. Ну, это как, я не знаю, там, свеча не может вступить в общение, я не знаю, с электромагнитным излучением. Ну, то есть, они не могут разговаривать, ну, просто потому, что они совершенно разных природ. Ну, и так далее. Мы не можем познать непосредственно сущность даже друг друга, даже творения Божьего. Все, что мы познаем, мы познаем отчасти. Например, Василий Великий, один из великих каппадатийцев, когда ему говорят, ну, ты же знаешь там твоего друга Тимофея? Василий Великий говорит, а я и знаю Тимофея, и не знаю его. Впрочем, ни в одном и том же отношении, ни по одному и тому же самому. Ибо ни в том отношении не знаю, в каком и знаю. Но в одном отношении знаю, а в другом не знаю. Знаю относительно внешнего облика и прочим отличительным особенностям его. Но не знаю относительно сущности. Так и самого себя в том же смысле я и знаю, и не знаю. Знаю себя, кто я таков, и не знаю себя, поскольку не знаю своей сущности. И вот здесь мы должны с вами вспомнить вот эти очень важные элементы учения Троицы, осмысления великими Каппадокийцами. Что такое сущность, ипостась и ипостасные идиомы? Ну, на примере свечей я попытался это представить. Свечи сейчас делают из парафина. Давайте пренебрежем вот этим стержнем из веревки. Представим, что свечи это только парафин. Вот сущность у этих свечей парафин. Здесь мы видим пять свечей. Можем ли мы сказать, что здесь пять парафинов? Нет. Потому что сущность, она не измеряется. Она не поддается измерению. Это один парафин, кусок парафина, из которого сделали пять свечей. Теперь, что такое ипостась? Василий Великий придумал, кстати, интересный очень термин, тропос существования. Значит, то есть, это такой способ существования парафина, это свеча. И вот здесь это ипостась. Самостоятельное бытие. Одна свеча отличается от другой. Вот пять ипостасей здесь. А что такое ипостасные идиомы? Это у Аристотеля называется акциденция. Я еще и покрасил две свечи, чтобы было больше ипостасных идиомов. Это то, чем одна свеча отличается от другой. Акциденция или ипостасные особенности. Еще это называется характеры. То есть, размер, цвет, положение в пространстве и так далее. То есть, мы видим здесь пять свечей, пять ипостасей парафина. То есть, пять тропосов существования парафина. Я исправлял букву F на V. Я не знаю, как она опять появилась. Извините. Тропосов, конечно же, существования парафина. Вот. С людьми, конечно, все сложнее. Все-таки люди не свечи. Потому что человеческая природа немножечко другая, чем природа парафина. Но, например, как отличаются друг от друга близнецы? Ну, то есть, особенно вопрос, чем друг от друга люди отличаются вообще. Вот. У нас общая природа, сущность. Мы люди все. Значит, то, что каждый из нас отдельный человек, это ипостаси. То есть, вот человечество, как сущность, имеет там сейчас 8 миллиардов ипостасей. Вот. В человечестве 8 миллиардов отдельных людей, индивидуумов ипостасей. Чем эти ипостаси друг от друга отличаются? Ипостасными идиомами они должны отличаться, говорим. Да? То есть, вот. Ну, как бы формой, положением в пространстве и так далее. Но почему человек сложнее, чем свеча? Потому что возникает вопрос, а чем отличаются друг от друга близнецы? Вот. У них акциденции абсолютно равны. Ну, даже если нет родинки, по которой мама ее в детстве там различала. А близнецов все равно мы различаем. Если вы хоть с одной парой близнецов знакомы, вот абсолютных, прям вот таких, очень похожих даже в детстве. Но если вы с ними знакомы, вы их без труда отличите даже на фотографии. Вот. Даже на фотографии. Это не поддается объяснению. Вот это называется характер. Ну, кстати, греческое слово характер трансформировалось в русский характер. Да. И мы знаем, что близнецы характерами отличаются. Ну, то есть, один там добрый, другой злой. Ну, там, или один флегматичный, другой там. Ну, и причем это видно даже в чертах лица для наблюдателя. Вот характерами отличаются. Характерами. А с Богом вот все еще сложнее. Как люди отличаются от свечей, так и Бог, конечно, отличается от людей. Но, в принципе, вы понимаете, что такое сущность, ипостась, ипостасные идиомы. И вы понимаете, что человек отличается от другого человека. Во-первых, это разные ипостаси. Ну, и ипостасными идиомами, характерами своими. А человек от лошади отличается сущностью. То есть, это сущность разная. Теперь, что мы говорим о Троице? Как формулируют учения о Троице великие каппадокийцы? Во-первых, Божия природа, говорят, они действительно проста. И единая сущность Бога существует в трех ипостасях. Отец, Сын и Дух Святой. Это самостоятельная реальность. Причем три ипостаси не делают Божию природу сложной. Так как каждая ипостась является тропосом существования простой Божьей природы. То есть, это как вот взяли одну воду, каплю воды, и она распалась как бы на три капли. Но кроме воды в этих каплях ничего нет. То есть, ипостась это способ существования сущности. Тропос существования сущности. Но чем отличаются ипостаси одна от другой? Отец от Сына, Сын от Духа и Дух от Отца. И вот здесь мы подходим к очень важному такому пониманию. Есть разница между катафатическим богословием и апофатическим. Катафатическое богословие описывает Бога в положительных, в утверждениях, в утвердительных таких фразах. Бог есть то-то, есть все-то. А апофатическое богословие в отрицательных. Чтобы меньше ошибок сделать, да? Бог не есть тьма, например, да? И так далее. Так вот, ипостасные идиомы в Троице, здесь мы должны быть очень осторожны. Только то, что Бог открыл о себе в Священном Писании, только это мы и можем увидеть в виде ипостасных идиом. Чем отличается Отец от Сына, Сын от Духа и Дух от Отца? Отец отличается нерожденностью. Это его ипостасные идиомы. Сын отличается предвечным рождением от Отца. Это не то, что было время, когда его не было. А он предвечно, то есть все время как бы рождается от Отца. Дух Святой предвечно от Отца исходит. И вот эти три ипостасные идиомы в Троице зафиксированы в Священном Писании, открыты нам. И их смешивать нельзя. Потому что, если мы, например, поставим там предвечное исхождение Духа Святого от Отца и от Сына, тогда получится, что у Отца и Сына одна общая ипостасная идиома. Почему проблема Филиоква? Да, то есть, потому что не может предвечно Дух Святой исходить и от Сына. Тогда получится, что у Сына и Отца есть общие ипостасные идиомы, и они не различаются между собой. Дело в том, что католики-то об этом не думали, когда вводили Филиоква. Филиоква было введено для как раз другой ереси, для побивания ереси орианства, чтобы подчеркнуть единосущность Духа и Сына, подчеркнуть, что у них общая сущность с Отцом. Но это уже другой вопрос. Итак, зная вот это, мы должны подойти к важному вопросу. Мы не можем познать сущность Бога, но при этом можем познать Его ипостаси. Например, мы можем вступить в общение с Духом Святым или с Сыном, или Отцу помолиться. Не можем познать Его сущности при этом. Но Василий Великий ввел еще один очень важный термин, потому что возникает вопрос. Хорошо, а как неподвижная сущность Божия может взаимодействовать с тварным миром? Неподвижная в философском смысле. Что такое движение в философском смысле? Движение – это изменение положения в пространстве. В философском смысле движение – это вообще любое изменение. Мы знаем, что Бог не может изменяться. Поэтому Бог по определению не может вступать во взаимодействие с тварным миром. Потому что в тварном мире существует постоянное изменение. И даже само понятие времени подразумевает изменение. Как неподвижный Бог взаимодействует с подвижным миром? Ну, или неизменный Бог с неизменяемым миром. Как мы познаем ипостаси, если в них нет ничего, кроме сущности? А сущность познать невозможно. Поэтому Василий Великий вводит еще один важный термин – энергия. Ну, как вводит? Он его вычленяет, опять же, из Священного Писания. Обращает наше внимание на то, что апостольское учение полно энергетического богословия. И для некоторых это звучит как какой-то оккультизм. Но на самом деле слово греческая энергия как раз очень часто любит употреблять апостол Павел. И Василий Великий пишет. Энергии Бога снисходят к нам, но сущность Его остается неприступной. При этом энергии Божьи, будучи сами Богом, являют нам Его имена, делают Его познаваемым. Хотя сущность, природа Божья, остается при этом непознаваемой. Эти энергии нетварны. И в Священном Писании описано много Божьих энергий. Это имя Бога или Его действия, это Его свойства, которые передается творению. Ну, самая известная энергия Бога – это любовь. Поэтому мы читаем «Бог есть любовь». Бог взаимодействует с нами, и мы описываем вот этот способ взаимодействия с нами, эту энергию, как любовь. При этом обратите внимание, эта энергия нетварна. Нигде не сказано, что Бог сотворил любовь. Бог есть любовь. То есть, вот эта любовь, исходящая из Бога, это и есть сам Бог. То есть, когда мы ощущаем Божью любовь, мы ощущаем Божьи действия на себе. Вот, или, ну, это можно сравнить с чем? Вот, знаете, есть такая глуповатая игра, когда кто-то сзади подходит и закрывает тебе глаза. И ты не спрашиваешь, кто это сделал. Ты спрашиваешь, кто? Да, то есть, ну, ты понимаешь, что в этот момент некто с тобой взаимодействует. То есть, он сам через руки свои и через вот это движение, энергию этих рук, как бы, да, то есть, с тобой взаимодействует. Кто? Поэтому, познавая Бога, мы познаем его ипостаси через его энергии. Ну, другая энергия, например, свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Обратите внимание, что очень много в Священном Писании есть как апофатически описанных энергий Божьих, так и катафатически описанных энергий Божьих. Ну, и самая главная для нас энергия, в смысле нашего спасения, это энергия благодати. Мы видим в послании к Ефесянам, Павел сводит воедино. Евангелие, дар благодати, данный мне действием, кататен энергиям, подействую силы его, тес дюнамиус. Вот эти вот термины благодать, сила и энергия для апостола Павла синонимы. Энергии Божьи соединяют нас с Богом, и в том числе дают всякое понятие о Боге. И таких энергий много. И вот о благодати, это говорит нам Священное Писание, это нетварная божественная сила, дюнамиус, или нетварное божественное действие, энергия. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Вы примете силу, дюнамиус, когда сойдет на вас Дух Святый. Для чего я отружусь и подвязаюсь силой энергии, подействую его, действующей энергиями во мне могущественно, буквально в силе. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца. То есть, как силой Божией. Укрепляйся, сын мой, тоже там на самом деле сказано благодатью, творительной поддержкой, Христом и Иисусом. То есть, это некая сила, укрепляющая нас. И эти понятия нужны, чтобы посрамить еретиков. Божественная сущность не изменяется. Вот как учат, значит, монархиане, да, помните, они говорят, что есть только отцы сына Дух. Но тогда получается, что как этот отцы сына Дух воплотился во Иисусе Христе. Если он воплотился во Иисусе Христе, то тогда на небе никого не осталось. Если он воплотился только в части человека по имени Иисус, так, чтобы одной частью остаться на небе, тогда это не полное обожение человека. То есть, какая-то часть осталась не обоженной. Тогда мы не спасены. И тогда, на самом деле, энергия Отца, поддерживающая все творение, и энергия Духа, и Сына, ну, то есть, они должны действовать одновременно и перестать действовать в отношении всего остального. Ну, и так далее. И тут важный момент. По ереси монархиам Бог представляет собой одну сущность в одной ипостаси, Отца, Сына, Дух. И она является только попеременна в виде трех монусов. Но тогда эта одна ипостась, соединяясь с человеческой природой, становится сложной ипостасью. В ортодоксальной вере исповедуется, что при воплощении сложной становится только ипостась Сына, а ипостась отца и Духа не соединяются с человечеством и не становятся сложными. И, разумеется, сущность Божия таким образом остается простой. Но еретики-монархиане не видят разницы между сущностью и ипостасью. Для них это одно. Таким образом, весь их Бог, соединяясь с человеческой природой в воплощении, становится сложной ипостасью и становится сложной сущностью, утрачивая таким образом божественность. То есть, Бог-монархиан, когда становится человеком, перестает быть Богом, потому что обретает сложность. Поэтому, познавая Бога, мы познаем ипостасья, а не сущность. Ипостасья познаем в его энергиях. И становимся Богами мы не по сущности и не по ипостасям. Вот миллиарды людей спасаются и приходят на небеса и становятся Богом. Они не вливаются в божественную сущность. Они остаются человеком по сущности и Богом тоже, по благодати. И не по ипостасям, Троица не превращается в мириадицу, не прикрепляется к ней миллиарды людей. Мы становимся Богами по энергиям, по благодати. То есть, в нас будет та же сила, что у Бога, в нас будет та же любовь, что в Боге. То есть, все божьи энергии, все энергии его сущности станут нашими. За сущностью мы будем отличаться от него, конечно же. Итак, почему важно верить в Святую Троицу? Давайте суммируем. Спасение – это обожение, исцеление падшего, испорченного грехом человеческого естества. Или причастность Богу, божественному естеству. Поэтому тварь спасти нас не может. Следовательно, Христос, спасающий нас, должен быть подлинно Богом. Поскольку спасение есть обожение, Дух Святой тоже должен быть Богом, так как тварь не может сообщать божественное естество. Но, например, поскольку у Христа и у Духа Святого разные ипостасные особенности. Рождение, например, и исхождение. То они не могут быть одним лицом одной ипостаси. Они должны быть различными ипостасями. И с Отцом они должны быть различными ипостасями. Вот. Потому что у них в Троице одна энергия, одна воля, одна сущность. Но вот ипостасные идиомы разные. Спасение есть обожение всего человека. Нельзя спастись по частям. Следовательно, Христос подлинно человек. И святой Григорий Богослов говорит, а что не воспринято, то не исцелено. Поэтому учение Аполлинария ересь. Познавая Бога, мы познаем не что сущность, а кого, ипостаси. И ипостась непознаваема по сущности, но познаваема по энергиям. А энергии общие у всех ипостаси. Энергиями Божьей благодати преображаемся мы в совершенный образ и подобие Божие. Обоживаемся. Становимся богами не по сущности, не по ипостаси, а по благодати. Поэтому, вот видите, какие проблемы у антитринитарных ересей. Антитринитарная ересь фактически лишает нас спасения. Потому что бог антитринитариев, это не бог священного писания. Это не бог, открывшийся в церкви. Это не бог, который обоживает всего человека. Это не бог, который вообще имеет какое-то отношение к нашему спасению. Или даже, это не бог, который даже может взаимодействовать с тварным миром. Потому что ему нечем это делать. И таким образом, очень много различные ереси, отрицающие Троицу, существуют на земле. Но у всех у них проблема одна. Боги антитринитариев не могут спасти человека. Поэтому сегодня, праздник Святой Троицы, нам особенно важно помнить о Святой Троице. Это единственный такой день в году, когда церковь читает афанасьевский символ веры. Он длинный, но его нужно все-таки знать и нужно уметь его читать. Поэтому давайте сейчас помолимся, а потом, вставши, исповедуем нашу веру христианскую афанасьевским символом веры. Давайте помолимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Ныне и Присно и во веки веков. Господи, научи нас веровать в Святую Троицу. Научи нас, Господи, помнить о том, что святые отцы дали нам вот это учение, сформулировав его максимально близко к Священному Писанию. Насколько ты открыл нам себя на страницах Священного Писания. Помоги нам беречься всякой ереси. И пусть имя Твое прославляется Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Кстати, самое главное, я забыл сказать. У некоторых может возникнуть вопрос. Ну как это все понять? Это ведь понять очень трудно. А очень важное дополнение такое. Что понимать это как раз необязательно. В это нужно верить. Поэтому Христос не говорит, если не поймете, что это Я, умрете во грехах ваших. Нет, Он говорит, если не уверуете, что Я, то Яхва, то умрете во грехах ваших. Поэтому Афанасьевский символ веры, а не символ понимания. И мы его будем исповедовать именно как веру нашу, веру Вселенской Церкви. Исповедуем же ее. Всякий, желающий спастись, должен прежде всего иметь всеобщую кафолическую христианскую веру. Тот, кто не хранит эту веру в целости и чистоте, несомненно обречен на вечную погибель. Всеобщая кафолическая же вера заключается в том, что мы поклоняемся единому Богу в триединстве и триединству в едином божестве, не смешивая ипостаси и не разделяясь сущность божества. Ибо одна ипостась божества отец, другая сын, третья же дух святой, но божество отец, сын и святой дух едино. Слава одинаковое величие вечное. Каков отец, таков же и сын, и таков же дух святой. Отец не сотворен, сын не сотворен, и дух не сотворен. Отец бесконечен, сын бесконечен, и святой дух бесконечен. Отец вечен, сын вечен, и святой дух вечен, но не три вечных, а один вечный. Так же и не три не сотворенных, и не три бесконечных, а один не сотворенный, и один бесконечный. Так же и Отец всемогущий, Сын всемогущий, и Святой Дух всемогущий, и так же не три всемогущих, а один всемогущий, так и Отец Бог, Сын Бог, и Святой Дух Бог, но не три Бога, а один Бог, так и Отец Господь, Сын Господь, и Святой Дух Господь, но не три Господа, а один Господь. Ибо, как требует того, христианская истина, признаем каждую и поставь Богом и Господом. Также экофорическая вера запрещает нам называть трех богами или трех господами. Отец не создан, не сотворен и не рожден. Сын есть от Отца и только от Отца, не создан и не сотворен, но рожден. Святой Дух есть от Отца, не создан и не сотворен и не рожден, но исходящий. Поэтому один Отец, а не три Отца, один Сын, а не три Сына, один Святой Дух, а не три Святых Духа. И в этом триединстве никто не является ни первым, ни последующим, равно как никто не больше и не меньше других. Но все три ипостаси одинаково вечны и равны между собой. И так во всем, как было сказано, надлежит поклоняться всем трем лицам, как единому Богу и единому Богу в трех лицах. Не всякий, кто желает спастись, должен так рассуждать о Троице. Кроме того, для вечного спасения необходимо твердо веровать в воплощение нашего Господа и Иисуса Христа. Таким образом, истинная вера в то, что мы веруем и исповедуем. Господь наш Иисус Христос, Бог и Человек, Он от Бога, рожденный прежде сотворения мира и всех веков из естества Отца. Он Человек на свет, рожденный из естества Матери. Совершенный Бог и совершенный Человек с разумной душой и телом человеческим. Он вровень с Отцом по Божескому естеству. Он ниже Отца по человеческому естеству. И хотя Он и Бог, и Человек, однако же не два Христа. Един Христос. Един не потому, что Божеское естество превратилось в человеческое естество, но потому, что Божеское естество восприняло человеческое естество. Он един не потому, что будто бы смешались два естества, но потому, что Он единая ипостась. Ибо как тело и душа, суть единый человек, так Бог и человек, суть Христос единый, который пострадал ради нашего спасения. Сошел в ад, воскрес из мертвых в третий день. Сошел на небеса, восседает одесную всемогущего Бога Отца, откуда явится судить живых и мертвых. При Его происшествии все люди вновь воскреснут телесно, не дадут отчет о своих деяниях, и творившие добро войдут в жизнь вечную, а творившие злое в вечный огонь. Это всеобщая кафолическая вера. Тот, кто искренне и твердо не верует в это, не может обвести спасение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok